Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю с города Николаева, с Украины. Здесь, в этом городе замечательном, я уже не первый раз проповедовал в церквях, общинах этого города, но в этот раз поездка в Николаев очень такая насыщенная и самая такая большая в моем служении. Две недели, на протяжении двух недель провожу ежедневные такие семинары, встречи, молитвы, служения и проповедую в церквях этого города замечательного. И две недели подряд, каждый вечер, кроме воскресных дней, провожу семинар. Информации более подробно есть на сайте, на сайте Украинской реформаторской православной церкви и также на страничках в социальных сетях. Так вот, и как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, конечно, я очень рад тому, что не только семинар, даже не только сам семинар, сколько вот это Святое Божие присутствие, оно очень сильно вдохновляет. Знаете ли, в эти дни в помещении, в храме церкви Любовь Христова собиралось и собираются христиане разных динаминаций, разных церквей, разных традиций, протестанты, православные католики, очень разные христиане. И я проповедовал в эти дни и в католическом костюле местном. Это очень интересное служение на самом деле, очень важное служение, такое как бы единство христиан. Совместное было хлебопреломление, причастие, в харистии. И, в общем-то, это такая же милость Божья, вот в эти дни. И, конечно, особым таким торжеством для нас, для нашей епархии, для меня лично, было положение нового священнослужителей нашей епархии. Это наши декана из Черкасской области, которые буквально с позавчерашнего дня уже несут иерейское служение, священническое служение. И пусть Бог благоставит и тех, кто, на самом деле, уже вышел на эту великую жатву в последнее время, как делатель во Христе Иисусе. И пусть Господь призовет новых делателей на свою великую жатву. Дорогие друзья, я всех вас благоставляю во имя Иисуса Христа. Да, дорогие друзья, я надеюсь, что вот эти семинары, они не только вот сейчас именно всколыхнут людей, но и оставят большой след здесь, в Николаеве, потому как в самом Николаеве и Николаевской области пока еще нет обновленческих православных церквей. Есть православные церкви Московской, Патриархата Киевского, автокефальной церкви, грек-католики есть, но именно православные обновленческие церкви, реформаторские церкви православные пока еще нет. И хотелось бы, чтобы вот после этого семинара, ну и в эти дни, завершающие дни этого семинара, и после этого семинара, чтобы Бог призвал делателей на эту жатву в последнее время, и чтобы православные обновленцы поднялись здесь. И, дорогие друзья, если вы проживаете в Николаеве или Николаевской области, и в вашем сердце есть именно служение как в реформаторском православном движении, как православный обновленческий священнослужитель, вы себя видите таковым предбогом, то свяжитесь со мной обязательно. И не только, конечно, касается Николаева, потому что в разных регионах Украины сегодня есть острая нужда, особо острая нужда именно в открытии православных церквей нового поколения, православных обновленческих церквей. И поэтому я прошу вас, зайдите на наш сайт, alivechurch.info, живаяцерковь.info. И это официальный сайт Украинской реформаторской православной церкви. Если вы не можете найти, не можете написать правильно, то в поисковой системе в Яндексе, допустим, спросите Украинская реформаторская православная церковь или же архиепископ Сергей Журавлев, вот ваш покорный слуга. И вы можете попасть как раз на один из наших сайтов и на церковный сайт alivechurch.info.info. И, конечно, если вы проживаете в других регионах, не в Николаеве, Николаевской области, но в других регионах Украины, или даже не только Украины, но и других стран, бывшего безбожного Советского Союза и других стран мира, то свяжитесь со мной обязательно, свяжитесь с нашими священнослужителями и присоединяйтесь к этому движению. Служение – это очень важное служение, очень важное в глазах Бога. Ведь принести Евангелие Иисуса Христа миллионам православных христиан сегодня как никогда нужно. И это, я считаю, большая миссия, огромная миссия, и Бог очень сильно благословит нас. Вообще эти дни, пасхальные дни, для обновленчества православного здесь, на территории бывшего безбожного Союза, и вот непосредственно здесь, в Украине, конечно, очень важные такие дни Божьего присутствия, Божьего благословения. Уже в постпасхальные дни такие, в начале мая я намереваюсь проводить богослужения, семинары в самом Киеве, в церкви нашей, и соберутся православные обновленцы не только киевские, киевской области, но и с разных регионов Украины, в частности, с Черкасской области, с Харьковом ожидаем гостей. Слава Богу! А перед Киевом, значит, будет служением в Харькове, в самом Харькове. Вот так, дорогие друзья, пусть Бог благословит вас, возлюбленные во Христе, пусть Господь утешит вас, пусть тех, а тех из вас, дорогие зрители, что еще не пережили спасение своего возрождения, я призываю принять Иисуса Христа своим Господом Богом Спасителем, призвать Его Святое Имя, поверить, что Иисус Христос умер лично за вас, за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Примите Спасителя Иисуса Христа, согласитесь с Божьим планом спасения, скажите Богу такие слова, Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, Ты мой Бог, Я каюсь о всех грехах своих, приди в мою жизнь, в мою судьбу, измени меня, Господь, Божий Всемогущий, живи во мне, я благодарю Тебя за прощение грехов, за жизнь вечную, наполни меня Духом Святым своим, аминь. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, до встречи. Привет еще раз из города Николаева, с любовью во Христе Иисусе, архиепископ Сергей Жаулев. Субтитры создавал DimaTorzok